Качество и стабильность мобильной связи и интернета являются одними из приоритетных вопросов для жителей Чувашской Республики, которая закольцована оптоволоконным каналом связи и полностью покрыты сетями мобильного интернета. Для пользователей широкополосного интернета доступны оптоволоконные каналы связи и беспроводные 4G и 3G каналы. Рынок сотовой связи полностью сформирован. Сегодня практически каждый житель Чуваши пользуется мобильной связью. Операторы мобильной связи развернули в Чуваши свою сеть 4G. В зоне действия которой находятся города Чебоксары и Новочебоксарск, районные центры Чувашской Республики и близлежащие населенные пункты. Постепенно решается вопрос с проблемными участниками, князинами и лесистой местностью. Мы улучшаем качество связи и увеличиваем скорость мобильного интернета. Последнее, что мы сделали, мы увеличили количество полос для сети ЛТИ. Если говорить простым языком, это как на автомобильной дороге, и у вас есть одна полоса, и вы добавляете вторую и третью полосы на дороге. За счет того, что у вас больше полос, у вас увеличивается скорость мобильного интернета. Самое последнее, что мы делаем, мы уже тестируем новые технологии под названием Voice Over LTE, Voice Over Wi-Fi. По-русски это звучит как голос поверх ЛТИ сети и голос поверх Wi-Fi. То есть это позволяет нашим клиентам получать голос более высокого качества и использовать сети Wi-Fi для передачи голосовых услуг. Работа над улучшением качества связи ведется постоянно. Устанавливаются новые базовые станции. В Российской Федерации действуют жесткие требования по запуску базовых станций. Когда мы, как операторы связи, строим базовую станцию, в обязательном порядке мы проводим расчетную часть. До начала строительства мы предоставляем расчеты, показывающие безопасность для жизни и здоровья этой базовой станции. После окончания строительства мы повторно проверяем расчеты и выезжаем на натурные измерения прямо на местности. На местности мы проверяем такие параметры, как напряженность электромагнитного поля и предоставляем протоколы Роспотребнадзора. Роспотребнадзор проверяет и выдает разрешение на работу этой базовой станции. Это разрешение как раз таки подтверждает безопасность для жизни и здоровья людей. Обновление телекомобороны произошло в Чебоксарах, Новочебоксалске, Канаше, Алатре и других малых населенных пунктах. Отдельно выделили работу в центральных улицах столицы региона, вблизи Дома правительства, Чувашской государственной филармонии, Музея Чувашской вышивки и других важных для горожан и гостей столицы региона. Причем средняя скорость загрузки стала составлять 35 мегавитт в секунду. Это достаточно для того, чтобы без задержек общаться с близкими по видеосвязи, учиться или смотреть фильмы на видеоплатформах. Также такие же столицы доступны в ключевых локациях Канаша, через которые проезжает много путешественников. Это особенно важно в летний период, когда республика принимает туристов и объемы потребления интернет-трафика растут. На общем фоне радиоизлучения города, а это одновременная работа бытовых приборов, СВЧ-печей, роутеров и высоководных линий, излучение от базовых станций сотовой связи составляет менее 1%. Сотовые операторы не нарушают нормы. Более того, вышки расположены на большой высоте. Поэтому их сигнал проходит над всеми нами. Безусловно, все объекты связи в нашей стране находятся под жестким контролем Роспотребнадзора. Базовая станция проходит независимую экспертизу несколько раз. До начала строительства, передвода в эксплуатацию, во время работы. Правила СанПИНа в России говорят, что предельно допустимая плотность потока энергии от базовой станции составляет 10 микроватт на квадратный сантиметр. Это в 10 раз строже, чем в других странах. Практические замеры энергии вблизи базовой станции показывают разные результаты. В среднем 1,3-3,2 микроватт на сантиметр в квадрате. Излучение от обычных приборов бытовых в каждом доме в несколько раз выше бывает, чем от стандартной базовой станции. При одновременной работе телестанций, бытовых приборов, СВЧ-печей, высоковолюционных линий и таки прочее, доля излучения от базовой станции составляет менее 1%. При этом хотелось бы отметить, что мобильная связь имеет большое социальное значение. Порой это единственная возможность для вызова скорой помощи, МЧС, или для общения с близкими. Кто-то предпочитает смотреть видеоролики, кто-то слушать любимые подкасты. Главное, чтобы скорость интернета не падала. За этим операторы тоже ведут постоянный контроль. На сегодняшний день основной упор, конечно, сделан на поддержании качества сети, чтобы наши абоненты при пользовании услугами связи не чувствовали дискомфорта как при общении голосом, так и при использовании услуг мобильного интернета. Мы особое внимание уделяем росту нагрузки и ее перераспределению. На сегодняшний день мы видим, что в разгаре сезона отпусков трафик перераспределился в большей степени в Красночитайском и Маргаушские районы. В меньшей степени Аликовский и Красноармейский. Также мы видим рост нагрузки в Батаревском, Комсомольском, Канажском и Цивильском районах. В отпуске и поездках тоже можно воспользоваться услугами мобильного интернета. Также хочется отметить, что в последнее время возросла нагрузка в Шоршеллах Марпасадского района. Вероятно, наш музей космонавтики пользуется спросом среди туристов. Так что главное – это выбрать, что именно интересует просмотр фильмов, музыка или общения. Все это доступно на хорошей скорости. У нас есть система мониторинга, которая позволяет нам отслеживать нагрузку на базовых станциях. И в тех локациях, где мы видим существенное увеличение нагрузки, мы делаем расширение емкости, чтобы наши абоненты не ощущали западение скорости передачи данных. Любое строительство базовой станции сопровождается получением разрешительных документов. То есть мы получаем санитарный паспорт в органах Роспотребнадзора. И только после получения соответствующих документов базовая станция выходит в эфир. Так что сейчас трудно представить современную жизнь без скоростного интернета. Это и работа, и развлечение. Но самое главное, что базовые станции устанавливаются так, чтобы это не вредило здоровью людей и домашних питомцев. Установка базовой станции в микрорайоне или населенном пункте на самом деле не несет абсолютно никакого вреда здоровью человека. Так как, во-первых, если провести некое сравнение, излучение базовой станции у нас в Российской Федерации это 10 микроватт на квадратный сантиметр. Международный стандарт или стандарт в Соединенных Штатах, к примеру, значительно выше. Это 100 микроватт на квадратный сантиметр. Но интересный факт, что обычная бытовая микроволновка выдает 20-30 микроватт на квадратный сантиметр. Поэтому здесь обеспокоенность, наверное, излишняя, действительно. Потому что у каждого есть этот бытовой прибор. Мы к этому привыкли. Он протестирован неоднократно. Так же, как и базовые станции соответствуют требованиям СанПИН. В рамках проекта устранения цифрового нерависта 328 населенных пунктов Чуваши с численностью населения от 250 до 500 человек получили доступ к современным услугам связи. Точки доступа интернет расположены на опорах связи в центральной части населенных пунктов и обеспечивают покрытие радиосигналом в радиусе до 100 метров. Воспользоваться веб-ресурсами могут владельцы мобильных телефонов, смартфонов, ноутбуков, планшетов и других устройств, оснащенных модулем Wi-Fi. Одно из самых значимых инфраструктурных направлений работы Собственно говоря, в рамках устранения цифрового неравенства 26 населенных пунктов появится высокоскоростной интернет. Будут установлены базовые станции на следующий год, уже планируется еще. Населенные пункты от 100 до 500 человек в этом направлении активно ведется работа. Без связи, без высокоскоростного интернета, пожалуй, даже повседневную жизнь уже сложно представить, не говоря уже о какой-то профессиональной деятельности, развлечениях. Направление действительно важное и интересное. Мы работаем в этом направлении. Особое внимание здесь хотелось бы уделить, собственно говоря, расширению и улучшению качества, в том числе и в городах. Главное выбрать свой подходящий тариф с нужным количеством минут и гигабайт интернета. Кроме того, жители могут проголосовать и решить, где именно в 2024 году должен появиться интернет. После подведения итогов 1481 населенный пункт, набравший наибольшее количество голосов, подключат к мобильному интернету. Проголосовать по почте можно до 10 сентября, отправив письмо на адрес Минцифры. В письме нужно указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет. Послание может подписать сразу несколько человек, и будет учтен голос каждого. Также можно проголосовать на портале госуслуги. Таким образом, в период с 17 июля до 10 сентября 2023 года в адрес Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций возможно передать или выслать почтой России голоса на бумажных носителях. Опубликование результатов голосования планируется в цифре России 18 декабря 2023 года. Мир современных технологий и высокоскоростного интернета ждет!